Здравствуйте! Как всегда рад приветствовать вас на нашем канале группы компании Вариус. Сегодня мы остановимся на теме обработка отверстий. Отверстия на деталях имеют различные служебные назначения. Их используют для соединения деталей в узлах при помощи крепежных элементов, таких как болты, винты, штифты и шпильки. Сам процесс сверления это получение сквозных и глухих отверстий в сплошном материале, заготовке, спиральными сверлами. У компании Tagutek есть большое количество решений для этой операции, как для максимального снижения затрат, так и для максимальной производительности. Для достижения максимальной производительности обычно останавливаются на спиральных трудосплавных сверлах, но данное решение имеет очень существенный недостаток – высокая стоимость. Для достижения максимальной производительности и снижения затрат мы детально рассмотрим линейку корончатых Свервелл Дрил Раш. Конструкция Свервелл Дрил Раш представляет собой стальной корпус со спиральными каналами под сош и твердосплавную коронку, которая устанавливается и фиксируется за счет специального замка без каких-либо винтов, струн и других вспомогательных крепежных элементов. Это дает возможность значительно сократить вспомогательное время на замену изношенного инструмента и повторную привязку в сравнении с монолитным инструментом. За счет такой уникальной конструкции инструмента в линейке широкий диапазон режущих диаметров, начиная с диаметра 6 мм и заканчивая диаметром 25,9 мм, шагом в одну десятую. При этом в рамках одного корпуса можно устанавливать до 10 коронок разного диаметра. Например, на корпус сверла 20 размера можно установить коронку с диаметром от 20 до 29,10 мм. Это дает возможность уменьшить количество инструментов и расширить функционал инструмента в рамках одного корпуса. В процессе сверления одной из важных задач является контроль стружки, а именно достижение сегментной стружки в виде завитка и вывода ее из отверстия. При обработке различных видов материалов формирование стружки происходит по-разному, поэтому для каждого типа материала существует своя геометрия. Геометрия P предназначена для обработки углеродистых и легированных стали. Геометрия M для нержавеющих и труднообрабатываемых материалов. Геометрия K усиленная реющая кромка для обработки всех видов чугунов. Геометрия F с углом 180 градусов при вершине применима для выполнения в сталях и чугунах отверстий с плоским дном и обработки цикловок. Эта геометрия позволяет исключить использование второго инструмента, предназначенного для доработки дна отверстия. Геометрия P2 с двумя ленточками применима для выполнения отверстий с повышенными требованиями по геометрии и шероховатости. А твердосплавная головка без покрытия с геометрией N используется для обработки цветных металлов, такой как алюминий. Обработку отверстий производят как в листовом прокате с малой толщиной, так и в выполнении операции глубокого сверления. В линейке есть несколько типов корпусов по длине режущей части, это 1,5, 3, 5, а также 8 и 12D для глубокого сверления. При использовании корпусов до 5 вылетов предварительной центровки не требуется, а для двух последних необходимо выполнить пилотное заходное отверстие или произвести предварительную центровку. Чтобы уйти от предварительных операций существует номенклатура геометрия P+, самоцентрирующимся носиком. Данная геометра способна повысить производительность при обработке стали и чугунов, а также улучшить прямолинейность и шероховатость получаемых отверстий. На виде замедленной съемки справа представлена работа сверла с вылетом 12D и геометрией P, и мы можем наблюдать повышенную вибрацию корпуса за счет большой длины. А слева тоже сверло, но уже с геометрией P+, уже без вибраций. Помимо улучшенных параметров геометрии отверстия, повышается и стойкость инструмента за счет более стабильной обработки без вибраций. В одном из случаев на одинаковых режимах резания сверло диаметром 9,7 мм с вылетом 8D при обработке углеродистой стали 45 были испытаны две геометрии P и P+. В результате теста коронка с геометрией P+, показала значительно лучшую шероховатность обработки. В другом случае сверло диаметром 18 мм с вылетом 5D выполнялось центральное отверстие детали корпуса из легированной стали 30 ХГСа по токарном центре ДУСАН. Режимы резания были следующие. Скорость 80 мм в минуту, подача 0,22 мм наоборот и глубина обработки 57 мм. По итогу внедрения был достигнут отличный результат по стойкости в размере 60 м. В следующем видео мы также затронем данную тему, а именно поговорим о сверлах топ-дрил, которые позволяют снизить расходы на инструмент. Если понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!